Екатеринбуржец отдал свой дорогой автомобиль в автомойку, позиционирующую себя как премиальную, а получил побитую машину. Точнее, не получил ничего. Его Мерседес-купе нашла полиция в квартале от автомойки. Своей историей разочарованный в премиум-сервисе Екатеринбуржец поделился с городским порталом Е1. 23 марта он приехал на автомойку, носящую, как окажется позже, правительское название Йо-Майо в торговом центре Апельсин в пионерском поселке Екатеринбурга. Заказал премиальный комплекс за 4290 рублей. Оставил свой белый Мерседес CL500 и ключи от него с тем, чтобы забрать чистую и сухую машину с подземной парковки утром. Однако утром машины в Мойке не оказалось. Вот что рассказал разгневанный клиент. Полиция нашла машину спустя пару часов в квартале от Апельсина во дворе домов в переулке Парково. Оказалось, что сотрудник мойки угнал автомобиль и застрял на нем в снегу. Повредил все диски, передний бампер, сломал водительское сидение и потерял ключи. При этом хозяин автомойки отказывается брать на себя ответственность. Придется судиться. В Екатеринбургской полиции подтвердили факт такого происшествия, сообщив, что уже задержали 32-летнего мужчину, ранее судимого за хранение наркотиков и угрозу убийством. Он работал мойщиком в ночную смену, выпил спиртного и не смог удержаться от того, чтобы покататься на такой машине. По словам владельца Мерседеса, самым дорогим в наше время может стать замена сидения. В Мерседесе он напичкан всякой электроникой и может быть только оригинальным. И восстановление ключей. Впрочем, ремонт бампера и восстановление внешнего вида колесных дисков тоже не из дешевых. Наши коллеги с портала Е1 поговорили с владельцем автомойки Йо-Майо Алексеем Волиговым и тот сообщил, что лично участвовал в поисках машины. Но в случившемся он винит самого хозяина Мерседеса, который отказался забрать машину вечером и оставил до утра. Человек, который угнал Мерс, по словам Волигова, уже не работает на его мойке, но тайно проник на бывшее рабочее место, похитил ключи и угнал автомобиль. Отвечать за бывшего работника он не собирается. Цитата. Я считаю, что у нас есть законодательная система и органы разберутся. Почему-то вспомнил депутатов бизнесмен. Субтитры создавал DimaTorzok